Митинг в Екатеринбурге Его организует рабочий Уралвагонзавода из Нижнего Тагила. Ориентировочно на акцию на привокзальную площадь Екатеринбурга соберется около 10 тысяч человек. Представители завода вообще планировали приехать на этот митинг на танки Т-90С, собранном в январе этого года на самом заводе. Но полпредпрезидента в Уральском федеральном округе Евгений Куйвашев такую инициативу не поддержал, так как Конституция Российской Федерации запрещает участие в митинге любой боевой техники. Акция в поддержку кандидата Путина должна проходить абсолютно мирно. А вот местным оппозиционерам идея с танком понравилась. Активисты надувают гелевые шарики в виде танков и должны собраться неподалеку от митингующих. Целью этого флешмоба, естественно, будет привлечь внимание жителей прессы к фальсификациям во время декабрьских выборов в Госдуму и для того, чтобы предотвратить их на выборах президента. О том, посетить ли сам Путин митинг в его поддержку, в интервью журналистам Екатеринбурга рассказал один из организаторов акции Андрей Ветлушский. И нам было сказано, что постараемся включить в графику. Но он принимал участие, вы знаете, в митинге в Кемерово, на аналогичном. Поэтому, ну, судя по тем мерам безопасности, которые, все-таки, они не такого уровня, как этот. То есть, Владимир Владимирович, к сожалению, завтра у нас не будет. Но я думаю, проблему еще в агитационного плана, как бы там ни восприняли. Ну, я думаю, что это слишком интересное событие, чтобы кто-то из значимых политиков вообще его проигнорировал. Я думаю, все придут. Другое дело, будут светиться или тихонечко со стороны смотреть, это второй вопрос. Но придут, я думаю, все. Я думаю, вы там всех увидите. Сам митинг в Екатеринбурге начнется в 14 часов по местному времени. В течение получаса будут выступать рабочие, потом огласят резолюцию. Сразу же после этого начнется культурная программа, которая будет недолгая, примерно 45 минут. После чего митинг будет завершен. Маша. Спасибо, Женя. Моя коллега Евгения Воскобойникова.